Итак, один человек получает от Бога предложение. Заметьте, человек с Богом не знаком, Библии у него нет, учителей нет, наставников нет, книг про Божьих генералов у него дома нет. Значит, как молиться за велосипед он тоже еще не знает. По национальности он халдей. Зовут его Авраам, и детей у него нет. И лет ему уже немало. И вот Бог ему говорит, которого он не знает, о котором он не может нигде прочитать. Он ни с кем не может сверить свои духовные чувствования, ему не с кем. Понимаете, вот такое сложное положение. Но, я думаю, как он узнал, что Бог ему сказал? Интересно. Повторите? Услышал так, что пошел. Вот как это произошло? А? Ага. Не, может быть, я же тоже не знаю, я же рядом не лежал, как говорится, и похожего не переживал. Я думаю так, это я думаю, это мои мысли. Имхо, знаете, как пишут на форумах. Я думаю так, возможно, вот эти внутренние терзания Авраама, которые доставляли ему мучения, и уже как бы мучения, перешедшие в хронические мучения. Вот это чувство того, что все это не то, ложь, шалома не приносит. Возможно, то, что он начал понимать, вот как Бог нам часто говорит, понимание приходит. Правда? То, что он начал понимать, вернуло его в состояние равновесия, как бы дало ему надежду, вот именно надежду, не веру, надежду еще, что вот будет так. Как вот он ищет и не может найти здесь, в Уре. Ур был столицей мира тогда. Почитайте про Ур в Википедии той же или где-нибудь еще. Вы увидите, что Ур это был город, ну, который поменять, например, на... Ну, это уехать из обеспеченного, устроенного и развитого в максимуме на то время в глушь, где... Он принял что-то, что дало ему шалом, долгожданное. Шалом, смотрите, наша душа, она может опознать шалом. Наша душа. Ну, почему? Потому что шалом это то, что является естественным, правильным... У меня есть проповедь про шаббат. Ну, может, когда-нибудь приеду с ней, буду светить раньше времени. Вот он, то, что он получил в том понимании, он мог думать, я этого хочу, чтобы это продолжалось. Что дало мне этот шалом? Понимание того, что мне надо идти, что мне надо это оставить. Логика против, куда ты пойдешь, кому ты нужен. Халдеи там, это семиты. Как бы понимание идти в направлении туда, на запад. На западе живут, извините, не семиты, а потомки хама. А это враждующие две линии человечества. Иди в штан врагов своих, да? Потом, куда идти, а с чем идти? Это сейчас, знаешь, в Одессе продал квартиру, в Харькове купил, да? Раньше так не было. Это если ты уйдешь отсюда, куда ты пойдешь? Иди захвати все живые участки земли, там, оазиса, все захвачено другими. Уже все теплые места заняты были. Тогда нельзя было из пустыни сделать сад, потому что воды не было и все. Все, что разло, где была вода, где был климат, все было занято. Но у него вот это, как бы он поверил, вот это вот поверил, что то пережитое им и то понимание, которому пришло, это, возможно, был голос. Возможно, это было просто понимание. Возможно, личность к нему пришла явным образом, мы не знаем. Но то, что он получил как предложение, вызвало у него не страх, а шалом. Не эйфорию какую-то временную, а вот такой настоящий шалом. И душа как-то вдохнула воздух, она без воздуха задушенная лежала. И тут подверг, я желаю. Вот он это почувствовал и захотел продолжения, захотел, потому что он и так задыхался. Какая разница, быть существующим, но мертвым здесь или рискнуть, пойти туда, умереть, какая разница? Попробовать. Поверил, пошел, принял это как сейчас. Пошел. Кто с ним пошел, вспомните? Там целая компания вообще пошла. Папа пошел, например. Жена пошла. Кто еще пошел? Ну, самое главное герои истории, это папа Лот, Авраам и жены. Да? Ну, это не главные персонажи рассказывают. Сейчас, значит, все, про папу забываем. Папа в Харане. Значит, они застряли в этом Харане. Вот это вот полувера, это очень интересное тоже исследование, если подумать. Они доходят до Харана, это полпути. Из-за папы застряли. И не идут дальше. И застряли, знаете, на приличное количество лет. И вот, видать, папа держал, и вот это терзание все-таки, идти или не идти, а может мы ошиблись с выбором, и потеря шалома, это очень тяжело. В конце концов, они решаются и выходят, и с ним идет Лот. И Лот, он же, послушайте, он же тоже исход совершает, правда? Библия нам потом называет Лота праведником. Праведник с точки зрения Бога, это, во-первых, тот, кто верит. Значит, Лот верил, получается. Так? И вот они с Лотом идут. Определенно ясно, из характера Авраама, характера Авраама в Писании, что Авраам был парень такой, не тряпка. Это ясно видно, правда? Хотя бы по войне той, которую он вел с царями, там видно, по другим ситуациям. Это был не тряпка. И понятно, что в этой паре он был старшим. В паре Авраам Лот. Это тоже ясно. И заметьте, когда они доходят до южной оконечности Мертвого моря, сейчас там где, да? А у них стада. Это, в общем, как бы, твое пропитание всегда с тобой называется. И земля занята. Получается, пастбище занятое. Иди попаси своих овец на чужом пастбище. И вот они видят свободное пастбище. Траву видят. Ну и что? Блимянник говорит, мое. И Авраам с ним не спорит, он ему отдает это. Вот я сидел и думал как-то, думаю, а что же он ему отдал пастбище? У них что, была драка за это, возможно, Авраам ее проиграл. Почему? Или он подумал так. Ну, как бы, Бог, это я уже думал, как бы наперед. Типа Новый Завет Авраам прочитал, он подумал, что просит у тебя рубаху отдать две. И вот он ему пастбище отдает. В общем, не нашел я ответа на этот вопрос. На какое-то время я где-то подумал, ладно, непонятно пока. Но мне действительно было удивительно, почему не Авраам взял этот кусок? Хотя бы на двоих взяли вместе посутовец. Вот взял, Авраам не взял. Он взял обжитый кусок этой территории, там цивилизация была, города там были написаны. Авраам ушел вообще куда-то в другую сторону. И вот смотрите, Лот приобретает кусок земли с травой, а это, ну не приобретает, а точнее так вот на нем селится. А это значит, что он обеспечен питанием. Его стада будут развиваться, овец у него будет больше. Кушать ему будет за что, обменяться будет чем. То есть он жизнь себе устроил. Авраам ушел в рискованное путешествие, искать то, что Лот уже нашел, и это же с неизвестным успехом. А может не будет уже нигде свободной травы. Он мог ее взять, он мог поспорить с Лотом, сказать, «Эй, племянник, ты что, давай или делиться, или ты вообще как на старшего вот эту руку поднял, как ты так можешь?» Но он ему уступает. Мне это было непонятно. Мне было это непонятно, особенно в свете, знаете, чего? В свете того, что учение о вере, которое мне рассказали вначале, говорило, что верующему достается, а неверующему кукиш. Вот, и вот получается, кто из них верующий-то, а? Кто из них получил больше? Потом были интересные события. Я читал где-то, что с момента занятия земли Лотом до момента, когда Содом был уничтожен, прошло лет 20. Не знаю, проверить сложно. Хронологии в Библии на эту тему есть, но кто-то там как-то вот что-то находил. Но однозначно это произошло не сразу. То есть человек поселился на хорошей территории, там города были, то есть там была цивилизация, там налажен товарообмен. Это значит, что много товаров, много условий, много как бы быт более облагорожен. То есть все лучше, чем просто в поле все изобретать заново своими руками для себя, где тяжело. Там коллективная защита, все там есть. Вот в город, что такое город? Это система целая. Но вот приходит время, когда Бог решает уничтожить Содом с Гамоной. И Бог вспоминает о Лоте, как о том, кто Ему верит, единственное всего этого города. Поэтому он праведником называется. И предупреждает его, чтобы Лот ушел. Вы все это помните? Я специально не захожу, чтобы читать это. Вы все это помните. Причем сказано так, бегом собирайся, бегом убегай. И смотрите, он не взять с собой ничего не может. Всевышний говорит, и не оглядывайся. И вот они, а жена и в каменный стол превратила, в соляной. В соляной стол. Значит, на то время у Лота, у Авраама, извините, были стада, была земля, было уважение соседей. Они его называли своим князем. То есть этот человек состоялся, можно сказать так. А что было с Лотом? Он ушел с пустыми руками, несово нахлебавший. И он стал за это время, что, сильнее, моложе. Он стал старше. Жены у него, извините, не стало. Он был ограблен. Он был опустошен. И я думаю, что он был разочарован. Такая пара. Это два типа верующих. Мы вчера говорили о двух типах царей. Царь-слуга и царь-хозяин. О двух типах служителей. Служитель-пастырь, служитель-слуга. И пастырь-хозяин. И конец жизни одного, и конец жизни другого. Разный. И здесь разные случаи и разные финалы. Человек, который пошел за Богом, Лот, но как только увидел материальное, занял это сам. Я не нашел в Библии, что наскорбил Авраама. Библия этого не подтверждает. Можно догадываться, что ему нужно было вступить Аврааму, или, по крайней мере, предложить ему первому. Можно догадываться об этом, но мы нигде не видим, что Авраам обиделся, затаился, или, скажем, удивился. И на основании этого можно было бы подумать, что между ними там что-то. Они расстались. Он жил хорошо какое-то время, Лот. И мог даже думать, что, ну что Авраам? Ну вот мы вместе пришли. И что с дядей? Бродит, ходит, ищет. Я нашел, я состоялся, у меня все есть. Но когда город сгорел, в котором он поселился, он, наверное, думал по-другому. И вот здесь ждать от Бога, не торопиться поспешно захватывать то, что открывается тебе, продолжать ожидать того, ради чего ты, собственно, вышел. Кто из вас пошел к Богу, потому что ему хотелось денег больше? А кто из вас пошел к Богу, чтобы на сердце полегшало? Вот кто пошел? Почему многих из тех, кто пошел к Богу за тем, чтобы к нему шалом пришел, почему их потом завернули в сторону материального так легко? Авраам пошел, потому что он не имел вури того, что ему открылось, как могущее появиться там. Он потому туда и пошел. И Лот за ним пошел. И поверьте, за тем же самым. Потому что Авраам никакую цель Лоту не открывал, кроме этой. Зачем мог пойти Лот? Что Авраам сказал, знаешь, я иду шалом искать, а ты иди, значит, там на шару пастбище будут, да? Нет, ну ясно, что он ему говорил, что я иду за тем, потому что вот у меня пусто, а я наполнение чувствую, там оно есть, меня вот туда ведет, туда. И Лот за этим именно пошел. Но почему же, начав идти за этим, он потом с какого-то момента увлекся тем, что, извините, они имели вури. Они же вури это имели, они же были там у себя дома, на своем месте. Обратите, откуда я это знаю? Да потому что, когда Авраам выходил из ура, он же вышел не, знаете, с дырявой котомочкой и с сарой на плече. Там таковой отряд пошел, и было видно, что Авраам зажиточный парень. Как он стал зажиточным? Он, значит, что-то из себя представлял в уре. Какая перемена, как Лот был обманут здесь? Пойдя за одним, он потом увлекся земным чем-то. Почему Авраам стал отцом веры? Потому что он проявил веру. А что значит проявил веру? Что значит вера в контексте Авраама и вот всей этой истории? Это значит, что он не разменялся на то, что могло приземлить его поиск. Вот он не разменялся на это. Он чувствовал, я думаю, что если бы он чувствовал, что ему надо занять эту территорию, он же верой человек был, он бы сказал, Лот, извини, меня Бог сюда ведет на эту траву, а не тебя. Но он чувствовал, что эта трава ему не нужна. Он на этой траве и в этом саду не найдет того, ради чего он вот столько уже десятков лет идет, столько уже прошел, так рискнул. Вы понимаете? Полезно иногда вспомнить, зачем мы пошли за Богом вообще? Чего мы пошли за Богом? Некоторым, конечно, придется скорректировать. Мотив, цель своего поиска. Мне нужно было корректировать, мне. Я не могу сказать, что я пошел за Богом исключительно, чтобы деньги были. У меня были большие проблемы в жизни, и я ожидал, что Бог поможет мне их решить. Это произошло в моей жизни. Корректировки были подвергнуты мои интересы, которые мне пришили извне потом. Вот как Лоту, да? Ему захотелось быть таким знаменитым великим скотоводцем. Он тоже понимал, как многие сейчас, что с деньгами можно больше, чем без них. И он хотел быть верующим с деньгами. Но упустив из виду главное, он потерял то, что потом приобрел Авраам. Ведь смотрите, как Бог вел Авраама. Он вел его так, что в конце, конец жизни Авраама гораздо веселее, чем тот период, с которого начинается повествование о нем. В конце концов, Авраам на самом деле много получил в конце. Очень много. Когда ты читаешь его историю, он славу победителя имел. Он имущество имел. Он имел кусок земли, которую ему просто подарили чужие иноплеменники, которые сначала враждебно были настроены. Он, ну, про детей, да. Некоторым это не видится главным. Он, как почитаешь современные новости про... Для него это было важно очень. Детей он получил. Самое главное, что он получил. Он получил максимальное единение с Богом. А это было именно то, зачем он и пошел. И вы спросите, а откуда я это знаю вот насчет последнего? Я ему сейчас будем читать. Вот это мы сейчас будем читать. Максимальное единение с Богом. Вот за этим он пошел. Ло свернул с пути. Наследство, захваченное в поспешности, не благословится потом. Так примерно написано, да? Впоследствии. Я сколько раз слышал свидетельства. Выходит какой-нибудь брат, сестра, говорят, вы знаете, аллилуйя, Бог меня так сильно благословил. Вот там свалила куча денег. Начинаешь расспрашивать детальки потом, становится ясно, что эти деньги, ну, как-то достались так лучше, чтобы можно было их не торопиться брать. Но люди аплодируют, ура, ура. Потому что, как бы, когда свидетельство идет о деньгах, это понятно, об исцелении, это тоже понятно. Две таких вещи, которые понятны люди. Но иногда, когда расспросишь о подробностях, становится ясно, здесь нет на самом деле свидетельства. Свидетельство некоторых о заработках тоже не является свидетельствами славы Божьей, если поговорить об этом с людьми. Это является результатом обычной пахамины. Которая у этих же самых людей отбирает возможность расти духовно, может быть, больше, чем они имели бы, если бы сократили как раз работу, и потеряли бы возможность свидетельствовать о таком количестве заработанных денег. Они духовно приобрели в итоге. Что мы считаем главным? Хорошо, 11 глава евреям. Извините, я так растянул вообще. Но я хочу, чтобы, вот, знаете, если мы это поймем, мы о вере поймем самое главное. Все остальное это будет уже легко. Значит, читаем. Вера Евраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Это 8 стих. Верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Настоящая Божья вера, она греет сердце. Ну как это, пошел, не зная, куда идет? А если вот то понимание, которое к тебе пришло, обманчиво? А если тебе показалось? С людьми так бывает часто. Не с некоторыми, а со всеми по многу раз в жизни. И с Авраамом так было тоже. И почему это опытный человек, не дурак, вдруг открылся какому-то такому пониманию, и столь опасному вообще для людей того времени, как и сейчас, впрочем? Бог дал ему знамение внутрь, в сердце. Он повиновался призванию идти в страну, не зная ни страны, но вот то, что он пережил, шалом, дало понять, это то, что я там получу, наверное, потому что ожидания этого во мне порождают жизнь, которую я давно не ношу, не имею. Что он делал на этой земле? Это вопрос второй и не менее интересный, если не более. Верой обитал он на земле обетованной. Он уже, когда в землю пришел, уже было ясно, он пришел на место, дальше он никуда не пошел. Это говорит нам о том, что Бог помог ему опознать эту землю, как ту, которая и есть земля обещанная. Но смотрите, как он на ней жил, на этой земле. Верой обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком Яковом, с наследниками того же обетования. Почему так было с ним? Почему, придя на землю обетования, он жил на ней, как вроде бы Бог ему не обещал? Типа Авраам не услышал, да? Что за игра? Нет, услышал. Дальше никуда не пошел. Если бы понимал, что не эта земля, то пошел бы дальше искать ту, которая была его, и дошел бы, даже если бы это было на юге Африки. Но не пошел. И все равно считал эту землю чужой. И вот это странно, когда мы читаем внимательно Писание. И 10 стих открывает нам великую тайну. «Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». Он везде видел человеческие отношения, грешные имеются в виду. И он понимал, что земля землей, но это не то. Это не то, зачем он пришел. Он желал жить в городе Бога. Где был бы Бог? И его невозможно было, знаете, увлечь и удовлетворить. Ни красивой архитектурой, ни классной жил площадью, ни морем в километре отсюда. Вот это сердце верующего человека. Если дефицит Бога порождает в тебе неудовлетворение, значит, ты верующий человек. Если Бог тебе нужен для того, чтобы удовлетворить дефицит в материальных вопросах, и удовлетворение материальных вопросов подводит тебя к тому, что ты забываешь о том, у кого ты все это просил, значит, ты обычный язычник. Хоть Библия у тебя дома есть, хоть что угодно. Хоть молитву покаяния ты говорил. С 13 стиха. Это история в гостинице. Она меня подвигла искать дальше. Я начал приходить к пониманию того, зачем Бог нас призывает и чего Он от нас хочет. Уже тогда, на втором году, после своего покаяния, когда я начал раскапывать вот здесь, отсюда, то, что сначала не было видно. Все эти умерли в вере, не получив обещанные. Скажите, что не получил Авраам? Почему? У него родились дети? Народы тогда образовывались у какого-то сильного лидера. Авраам мог предвидеть, что то, что у него есть сейчас уже в виде потомства, это будет сильным народом. Мог предвидеть. Допустим. Ну, я не знаю, допустим. Он знал, как образовываются народы. Он знал историю того народа этого, что был когда-то один, он стал сильным, у него были дети, они заставили себя уважать, и в итоге это стало называться народом по имени основателя. Ассирийцы от имени Ашур, ну и так далее. Он мог предвидеть, что у него будет народ. Чего он не получил? Написано, не получили. Чего Авраам не получил? Он не получил города, основателем и строителем которого есть Бог. А землю он получил, детей получил, а города, основателем и строителем которого будет Бог, не получил. Он не нашел нигде на земле среди людей того, того, что на самом деле вот искало его сердце. Правда? Согласны с этим? Все эти умерли в вере, не получив обетований, и только издали видели оные, ну как бы знали, что это есть, имеется в виду. Знали. Вот это вот знали, это вера. Они знали, что это есть, но знали, что это есть не здесь. Давайте сейчас будем очень внимательны. Я, Боже, прошу тебя, помоги нам. Это вот, это ядро, это центр, это как бы центр того, зачем я сюда приехал. Вот они, многие из них получили то, что является земным благословением и благосостоянием. Нельзя говорить, что они не получили там землю. Маше получил невероятную власть над еврейским народом. Не получил? Получил. Чудеса он получил. А ну-ка, до Турции море черное, раступись. Давайте-ка по дну походим. Сколько людей после этого в психушку загремит, скажите, пожалуйста. О чем будут писать новости в ближайшие 10 лет? По всем странам, на всех телеканалах. Только об этом, наверное. Вот они все это получили. Маше все это получил. Он стал лидером народа. Он по скале бьет, вода идет в пустыне. Он все делает, все появляется. Он молится Богу. Он 80 дней не ест подряд с одним днем перерыва. И не пьет воды. Живой остается этот 80-летний дед. И за эти 80 дней он находится в таком шаломе, что выходит, у него цвет лица похож на лампочку, светится написанная. Это невероятно. Что он не получил? Он не получил того, чего искало его верующее сердце. Города художником и строителем, которого будет Бог. Писание называет таких людей героями веры. Оно рекомендует нам сравнивать свою веру с верой их. Читаем дальше этот фрагмент. Все эти умерли в вере, не получив обетований, и только издали видели оны и радовались. Радовались тому, что видели их. Они знали, что это есть. Только знали, что не здесь. Ну так? По слову разбираем. Смотрите. У нас добавляется для размышления слово радовались. Чему радоваться, если не получил? Радовались, что это есть в принципе. И что если этого нет здесь, то это есть в принципе и они будут этим обладать. они знали, что это есть. Вот это вера. И они знали, что они будут там. Но только это находится не здесь. Они знали, что они будут там. И если это не здесь, то где они будут там, где это есть? Не в этой жизни. Вот они поэтому радовались. Многим верующим не хватает в этой жизни радости. Посмотришь на эти унылые лица в зале иногда. Такие во время там поклонения и радостного прославления. Люди, вы верите в морожки? И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Вот это вот одно из значений слова евреи, да? Странники и пришельцы. Евреи это не тот, кто по маме, а кто по сердцу странники и пришельцы на земле. В высшем смысле этого слова. И 14 стих, читаем внимательно. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Имеется в виду, не нашли, а еще и ищут. Где оно есть? В Виннице? В Израиле? В Америке? В Одессе? Нигде нет. Они ищут отечество. 15 стих. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время вернуться. Как понять 15 стих? Сейчас будем понимать его, его надо понять. Послушайте, насчет мыслей. Я начал с этого рассказом про институт дяди. Я горевала об упущенных шансах. Это показывало, что в мыслях я еще имел то отечество, не то на небесах, а вот это земное. Я хотел того, что помогло бы мне состояться, как говорится, и устроиться в жизни. Да? И если бы я не освобождал свой разум через поиск Бога, если бы, точнее, я не давал Духу Святому меня освободить, то я имел бы время вернуться. Это значит, что я бы вернулся к тем ценностям, которые ценностями считал. То есть ушел бы в мир. Почему жена Лота не смогла вместе с Лотом вернуться к Аврааму, как бы покаяться? Потому что она оглянулась. Почему она оглянулась? Потому что она имела под видом ценности то, что было у них в Содоме. Потому она обернулась. Она оглядывала. Это было ей дорого. Это ее держало, это манило. Почему она стала каменным столбом? Это намек на то, что она перестала, потеряла способность к переменам, к изменениям. Она окаменела вообще. А почему так? Потому что ее ценности и ценности даже, ну, даже того же Лота, они были разные. Если бы, еще раз 15 стих, вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Да. Если бы они имели в мыслях то Отечество, из которого выслит, то имели бы время вернуться. Всякий, кто приходит к Богу, вы сами это все знаете, у людей, у которых есть стаж 10 лет, даже 5, на ваших глазах многие люди приходили и уходили. И не просто в другую церковь, от Бога уходили в мир. Почему? Они имели в мыслях то Отечество, из которого вышли. Вот что являлось для них Отечеством. Не то Отечество, а вот это. И когда они не получили этого здесь, то они вернулись туда, где есть, или где им, по крайней мере, кажется, есть вот этот успех мира, где есть ценности, которые для них ценности. Вот 15 стих, 11 главы евреям объясняет нам в такой сжатой форме весь механизм отступничества. 16 стих, это я его люблю просто до невозможности. Знаете, я ему по нему проповедовал несколько десятков раз уже. В разных городах и так далее. И я вот сейчас вот к нему приблизился, и он меня вдохновляет, как в тот первый раз, когда он мне открылся. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. И смотрите, как Всевышний на это смотрит. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Я вот смотрел, когда на эти слова, я думаю, святой Бог видит грешных людей. Я помню в молодости так начали покупать дорогие вещи себе, одеколоны дорогие начали покупать. Как-то в порядок себя начали приводить внешне там, стричься там правильно и так далее. Бывало, идешь с каким-нибудь ровесником, от которого пахнет дурно, который одет так в такое страшненькое что-то, и тебе как бы стыдновато. Потому что ты как бы в святости, ну я перевожу на этот язык, он... Представьте, великий святой Бог, которому ненавистен грех, имеет дело с нами, которые так далеки, имеет дело с Авраамом, который тоже далек, и все остальные также далеки. Почему он говорит, я ваш Бог, я твой Отец, ты мой? Почему? При том, что мы вот такие вот, а он... Потому что он видит, что мы приняли его ценности. И то наше состояние неказистое такое, и иногда даже отвратительное, оно не отвращает его от нас, потому что, смотрите, он знает, что если мы приняли его ценности, то движение в сторону этих ценностей будет менять нас, и мы сегодня, будучи вот такими неприятно дурно пахнущими, станем благоухающими со временем. Ведь Бог живет вне времени. Он видит одновременно и прошлое, и настоящее будущее. Если он видит человека, взявшего правильные ценности, он видит его другим. Он принимает таких людей, и не стыдится называть себя их Богом. Стыдится ли он называть себя моим Богом? Не знаю. Вопрос в том, насколько мои ценности соответствуют его ценности. Все, я заканчиваю. Насколько это тождественно. Если Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Перед тем, как мы сейчас объявим перерыв, я буквально краткий вывод сделаю. Смотрите, вы читаете 11 главу о вере. Все проповеди о вере имеют цитирование первого стиха этой главы. Часто вы слышите объяснение сути веры, ядра веры, вот в таком ключе, как сегодня. Это не к тому, что я тут с эксклюзивом приехал к вам. Просто поверьте, в последнее время эта тема так извращена, что людей фактически пытаются перековать с небесных ценностей на земные, употребляя при этом такие великие слова, как вера, вера Божья. Цитирую 1 стих 11 главы, желая из него дать такой вывод. Видите, хотите того, что вы хотите, верьте, хотя это невидимо, будьте в этом уверены и вы получите. И вообще речь, что идет, как правило, о земных вещах, но когда мы читаем все остальное ниже этого стиха, то нам повествуется о людях, которых ничего в этом мире не удовлетворяло и которые поэтому нигде особо не задерживались, ни за что не якорились вот так, ничто их не могло приземлить, ничем они не дорожили и готовы были с этим сразу же расстаться и поэтому способны были не предать, потому что у них не было из-за чего, да, потому сохранили верность, потому что самое главное, что они считали главным, было у него. Вот это и есть настоящий ревер. Перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова